Я начну пока. Я занимаюсь крипто тематикой года три. Начинал с того, что сделал публикацию на Хабре, назвал ее Крие Деньги, где описал, что такое деньги, что такое ценности, откуда берутся деньги. Как ответ на пост другого человека про то, что деньги это энергия. С какой-то стороны, да. На мой личный взгляд, что все-таки деньги это некоторые ценности, которые создаются людьми. Эти ценности могут быть материальные и нематериальные. Сейчас бы я хотел поговорить про юрисдикции и государство. Государство это территория и люди, находящиеся на этой территории. Страна это тоже территория. Юрисдикция это некоторые общие правила. Мой основной месседж, чтобы быть кратким, в том, что совершенно необязательно находиться на какой-то определенной территории для того, чтобы действовать в той или иной юрисдикции. Ну, собственно, про офшоры, я думаю, особо рассказывать не надо, и так все знают. То, что можно открыть любое предприятие, зарегистрировать любое там предприятие в любой юрисдикции. Музыкальная пауза. Суть какая? Мы про крипто. Сейчас 8 лет назад появились децентрализованные деньги, которые не подвластны существующим правительствам. И сразу возник вопрос. То есть, так как банковская система, центральные банки являются некоторым инструментом, причем чуть ли не основным инструментом создания государств, то получается, что национальные государства, они маленько уходят в сторону. С одной стороны, да. С другой стороны, все-таки, если мы говорим, что государство это как сообщество, то сообщество-то никуда не уходит. Люди как жили на территории, так и живут на территории. Инструменты, да, инструменты новые становятся. Становятся. Раньше шкурками животных расплачивались, потом золотыми, потом бумажками, сейчас циферками расплачиваются. Эти циферки назвали биткоинами, ну, собственно, ничего не поменялось. То есть, экономика и взаимодействие между людьми, они как были, так и есть. Вот. Тем не менее, экономические процессы, это взаимодействие между людьми, то, что дает интернет и то, что позволяет новые децентрализованные технологии, которые не подконтрольны, опять же, централизованным правительством, дают возможность заключать сделки, проводить экономические взаимодействия между людьми вне юрисдикций, вне территорий и вне правил, которые навязаны кем-то. То есть, мы можем сами устанавливать правила. Здесь картинка про ООН. В общем, существуют права человека, существуют хартии человека, которые говорят о том, что человек, как субъект, у него уже есть все права для того, чтобы взаимодействовать с другим субъектом, человеком. Можно производить эти взаимодействия как внутри какой-то юрисдикции, которая нам удобна двоим, или мы можем свою юрисдикцию. То есть, с точки зрения ООН, собственно, это вполне допустимо. Про государство. Что такое государство? Государство – это юрисдикции, территория, организация, обладающая суверенитетом. Я расскажу маленько чуть-чуть про инструментарий и про глобальные смыслы и культурные коды, так как эту презентацию я готовил для форума стратегических инициатив. Википедию каждый может открыть, прочитать. В принципе, по поводу юрисдикции и государства очень много разных определений. Государство – это как институт насилия, как монополия на насилие, или государство – это паразит, или государство – это как сообщество людей, или это правила игры, или это территория, или это власть. Ну, как бы, мнений очень много. Дискутировать по этому можно бесконечно. Но для того, чтобы очертить, я предлагаю такое определение, что это самостоятельная организация, обладающая суверенитетом. На определенной территории. То есть государство, в моем понимании, это определенная территория. Ну, здесь можно привести в пример, там, Либерлэнд, там, или Сиэлэнд. То есть это государства, у которых есть территория, они как бы виртуальные, то есть они маленькие, они непризнанные, но тем не менее территория существует. Поэтому можно, в принципе, ввести дискуссии. Я бы хотел все-таки больше не на государство, а про юрисдикции говорить. Про юрисдикции и про нацию. Слово «нация» означает сообщество людей. То есть надо отличать от национальности. Мое личное мнение, что русские, как нация, это многонациональное. То есть такой национальный, как русский, лично мое мнение, такой нет. Есть национальный славянин, грузин, там, не знаю, негр, в общем, и, скажем, там, русский, негр, еврей, это абсолютно нормально. То есть это говорит о том, что раса, нация, говорит о том, что принадлежность какая-то, ну и какая-то национальность. Значит, по поводу создания, там, государств или наций, надо понимать, что, ну, что такое суверенитет. Ну, здесь я выписал определение из Википедии. Ну, в общем, это самоопределение и означает, что мы можем сами устанавливать правила. То есть это некоторое сообщество людей, которые заявляют, что теперь мы ведем свою деятельность вот по таким-то правилам, которые мы сами установили. Над нами нет никого выше, там, Бога, Вселенной, там, или там еще кого-нибудь. Кстати, там, порядка 60 лет назад такого государства, как Израиль, насколько мне известно, его не существовало. То есть в какой-то момент несколько человек собрались, сказали, мы хотим свое государство. Над ними все посмеялись, и потом, собственно, это государство возникло. В Индии, я думаю, тоже историю известна. Там, порядка сотни лет назад, когда это была колония, Ганди предложил все-таки бороться за свободу ненасильственным путем. В интернете, те новые инструменты, которые нам дают блокчейн, первая нация, можно сказать, это BitNation. Это государство 2.0, значит, порядка, там, двух лет назад оно появилось. Это как сообщество людей, применяющие инструменты на блокчейне, в том числе государственные услуги, регистрация, там, актов гражданского состояния, идентификация личности, введение счетов, арбитраж. То есть, любые государственные услуги, которые ассоциируются с государством. Собственно, это реализовано. Здесь я даже перевел, называется Конституция, но скорее это Декларация. Я думаю, ссылку на презентацию я в чат. Вот, можно открыть, посмотреть. Здесь набор сервисов государственных, причем эти сервисы, они децентрализованы, и фактически нету центрального органа, который бы этим управлял. Собственно, весь этот инструментарий дает технологии блокчейн, ну и биткоин в частности. В принципе, можно отдельное отступление сделать, на том, что сейчас очень много говорят про блокчейн-технологии. Мое личное мнение, блокчейн без криптовалюты, это не блокчейн. То есть, да, можно децентрализованно хранить информацию, да, можно делать репликацию, синхронизацию между базами данных на разных серверах, и даже можно записывать это в лог, друг за другом записи. Но блокчейн начинается именно тогда, когда эта криптовалюта, появляющаяся, децентрализована. Вот тогда это становится интересно. Все разговоры про приватные блокчейны, мое личное мнение, они созданы в первую очередь для того, чтобы крупные корпорации продвигали свои услуги. Например, IBM продвигает услуги по облачным вычислениям, и, соответственно, предлагает корпорациям приватный блокчейн в качестве некоторого механизма. На мой взгляд, это пиар-ход. По поводу появления государств или наций, на мой взгляд, это все-таки взаимодействие с людьми, и, соответственно, взаимодействие между, давайте так скажем, взаимодействие между субъектами. Для этого нам нужно, собственно, блокчейн как инструмент, валюты, деньги, расчетные единицы, и нужна репутация как фиксация результатов исполнения договоренности. Я сейчас быстро закончу, и если возникнут вопросы, то я на них отвечу. Здесь тоже сделаю маленькое отступление. Я эту презентацию делал для форума «Стратегических инициатив», и там была ключевая тема о том, что такое Россия вообще. То есть, ну, Россия на международном рынке – это что? Какой продукт производит Россия? И на самом деле ответа нету до сих пор. Вот там существует агентство «Стратегический инициатив», там «ФРИ», ну, как бы много организаций, которые так или иначе ищут некоторую национальную идею для того, чтобы ответить, что в какую сторону вообще стоит развиваться. Ну, то есть, как бы делать жизнь людей счастливыми и для этого вот государства, ну, как бы здорово, но это как-то не является целью, и нужна какая-то более цель. И вот в советское время она была, сейчас ее нету, ее как-то ищут, может быть, найдут. Тем не менее, существует такой проект, как СССР 2.0. Ну, его по-разному называют, там, просто СССР, восстановление, там, СССР. В общем, суть в чем? Многие из нас являются, родились в СССР. Ну, или, по крайней мере, родители из СССР. Ну, и как объясняют, когда есть гражданин СССР и второй гражданин СССР, и у них появляется ребенок, то ребенок, он чье гражданство? Ну, можно сказать, что гражданство той территории, где он родился. Или гражданство любое. Ну, или по гражданству родителей. Так вот, если по гражданству родителей, то, собственно, мы все являемся гражданами СССР. А нас уверяют, что этого государства уже не существует. Государство имеется в виду как территория, так и юрисдикция. На самом деле, там, правительство Российской Федерации, политическая Госдума Российской Федерации в 96-м году приняла постановление о результатах референдума. Дело в том, что референдум и развал СССР, он был проведен незаконно. С точки зрения буквы закона. То есть, как бы, юридически на данный момент территория СССР, она захвачена некоторым временным правительством. Ну, как бы, тем не менее, ну, как бы, реально, объективно, правительство ушло, на это место кто-то все равно кто-то должен управлять. Вот. И отдельные люди, они предлагают восстановить юрисдикцию СССР. Ну, честно говоря, с этим тоже это такой дискуссионный вопрос, нужно ли это. Вот. Хочу пару слов по поводу партии. Это политическая партия, она там на Украине, то есть к нам она, по большей части, там особо, может, отношения не имеет, но у них очень хорошая идея, на мой личный взгляд, это сделать понятную налоговую систему. То есть, есть разные люди, которые утверждают, что налогов быть не должно вообще в принципе. Некоторые утверждают, что там должен быть тоталитаризм, некоторые утверждают, что должна быть просто понятная система. И вот партия там 5-10, она предлагает, собственно, 5% налог со всех продаж, 10% социального налога, который, ну, лично я воспринимаю, как некоторый, безусловно, основной доход, потому что, ну, а что такое социальный налог, то есть на что он тратится, в общем, там надо расписывать. Вот. А в чем основная идея и смысл? Какие они налоги? А, ну, значит, я рекомендую, Владимира Золотарева посмотреть, он рассказывает про то, что государство – это паразит, и у него есть в частности рассказы, дискуссии с представителями партии 5-10. И, в общем, когда я смотрел, у меня сложилось впечатление, что полностью избавиться от государства, как некоторого механизма монопольного на насилие, да, пока невозможно. То есть в киберпространстве можно, да, на территории нельзя. То есть все равно кто-то будет... Как ты видишь, в будущем мире, когда восторжествовали либертарианские ценности, люди обмениваются напрямую криптовалютами, с государством взаимодействуют по минимуму, оно у них как основной, основной либо просто один из самых крупных провайверов услуг, но они более охрану обеспечивают, как я понимаю, уже частные какие-то группы. Это же пахнет анархией. У тебя уже сложилась картина мира? Есть несколько картин мира, и анархия – это плохо. Вот это вот последний слайд, но я добавил еще несколько картинок, как раз отвечу на твой вопрос. Значит, на мой личный взгляд, это рисовал на листочке. В общем, на мой личный взгляд, анархия – это плохо. Хотя некоторые люди утверждают, что, собственно, при анархии, наоборот, ну, в общем, это тоже дискуссионно. Значит, по поводу криптовалют. Те, кто имеет реальную власть, насилие на территории, они, скорее всего, не позволят никакие там децентрализованные криптовалюты. На территории, скорее всего, будут централизованные валюты. Можно назвать их как угодно, но это будет с централизованной эмиссией, соответственно, сеньюраж будут получать. То есть выпуск денег – это бизнес, надо понимать. Это очень выгодный бизнес, так же, как торговля алкоголем, торговля наркотиками. Это бизнес, который монополизируется отдельными лицами, которые на этом делают деньги. И когда кто-то другой пытается составлять конкуренцию, то его просто убирают. Конкуренция по выпуску денег, по распространению алкогольных и других. Так вот, на мой личный взгляд, налог собирать необходимо вот эта десятина, условная десятина, она в разных религиях мира записана, то есть делится со своими ближними. И это и есть налог. Безусловный основной доход у тебя включен. Да, ну, на мой личный взгляд, что вот эта десятина, она делится именно на бот. Безусловный основной доход. Тут появляется мотивация у структур следить за тем, чтобы налог платился. И у всех остальных людей, окружающих тоже. Может быть, это нехорошо, может быть, хорошо, не знаю. В общем, все остальные услуги, государственные или как их назвать, они оплачиваются уже дальше человеком добровольно, типа здравоохранения, образования, безопасность. С одной стороны, вроде как это государство должно предоставлять бесплатно. По крайней мере, раньше так было. С другой стороны, другие утверждают, что это все лишь услуги, которые человек должен сам оплачивать. Ну, тем не менее. В общем, я как идею предложил некоторый процент от дохода человека распределять на эти услуги. Собственно, я перечислил здесь четыре основных. Это безопасность, образование, здравоохранение и экономическое развитие, ну, то есть инфраструктура. Пятое – это бот. То есть это обязательный налог. Десятина. Вот. Значит, чиновники, которые, по идее, предоставляют эти услуги, для того, чтобы увеличить свой доход, ну, давайте так, вот как сейчас происходит. Сверху спускается распоряжение. Собрать больше налогов. Типа, собирается мало налогов, давайте соберем больше. Приходят на предприятие, организовывают проверки, ну, обязательно что-нибудь находят. То есть у властей, в принципе, у них нету большой заинтересованности в том, чтобы это предприятие развивалось. У них есть заинтересованность в том, что доить побольше. Так вот, когда мы выделяем процент от дохода предприятия, то у чиновников, у руководителей становится прямая заинтересованность в том, чтобы увеличить доход. То есть как только мы увеличиваем сам пирог, то и доля, абсолютная доля, она тоже увеличивается. И прирост доходов, он растет за счет роста доходов предприятия в целом, ну, и людей в целом. В общем, на этом бы я хотел закончить там свое повествование и скорее перейти к вопросам, если они есть. Если нет, то замечательно. Давай, я... Ну, давай. Какие практические шаги предлагают? Да, какие практические шаги я предлагаю. Значит, смотрите, первое – это технологии, на мой личный взгляд. Технологии всегда побеждают. Какой бы умный вы не были, какой бы вы там сильный вы не были, ну, как говорится, с киркой на бронепоезд, не попрешь. А сейчас у нас есть все инструменты, можно назвать оружие, там, как угодно. В общем, все необходимые инструменты, они есть. Это блокчейн, технологии – это криптовалюта и децентрализованный интернет. Сейчас он еще, может быть, не сильно развит, то есть, по крайней мере, децентрализованный ДНС, он существует, но пока еще не очень применяется, тем не менее. В общем, первое – это технологии, значит, развитие технологий. Второе – это консенсус, консенсус по экономике. Экономика – это, в первую очередь, производство и договоренности между людьми. На данный момент биткоин, он не может являться инструментом экономических расчетов. То есть, в моменте может, в контрактах не может. Почему? У него нет привязки к стоимости товаров. Он не является мерой стоимости, и если мы сегодня заключим контракт и напишем цену в биткоинах, то через год неизвестно, сколько это будет реально стоить. И поэтому… Почему? Если сейчас мы заключим контракт и напишем стоимость рубля, то через год мы не знаем, сколько это будет, контракт долларов. Для этого используются всякие там инструменты кэджирования и прочих-прочих. Ну, просто курс нестабильный. Волатильность. Если будет большой объем, сравнимый там с долларом, то будет курс биткоина стабильный. То есть сейчас, если мы говорим, что биткоин – самостоятельная валюта, зачем привязывать его искусственно к другим валютам и измерять? Как был сейчас биткоин, так и через год. значит, смотрите, ну, я продублирую вопрос в том, что, почему биткоин, собственно. Взаимодействие между людьми. Значит, месседж следующий. Значит, рубль – это товар. Бумажка – товар. Циферки – это цифровой товар. То есть рубль – как цифровой товар. Доллар – то же самое. Доллар – это товар. Это промежуточное звено, которое – обмен договоренностей между производителем и потребителем. Значит, промежуточным звеном может биткоин являться легко. Вопрос – мера ценности. Мера ценности привязывается к произведенной продукции. Это либо товары, либо услуги. На данный момент единственная мировая валюта – это доллар. Как бы мы его не любили и не хотели обрушить, ну, он, наверное, сам обрушится, собственно, делать. Даже ничего не надо, только вопрос – когда. Так вот, на данный момент привязка идет именно к долларам. В России, да, там, на территории Российской Федерации привязка товаров идет к рублю. Во-первых, это, ну, как бы, обязательства. Ну, как бы, на территории-то надо делать. То, что рубль тоже имеет волатильность, это хеджируется, там, прибавка некоторой стоимости, ну, или можно форвардные контракты заключать, да. Вопрос про биткоин. Биткоин мы не можем прогнозировать. То есть там, как бы, товарное наполнение очень маленькое. То есть, ну, как бы, да. Ну, так оно и будет маленькое, если мы все время будем говорить, что мы не можем заключать договора в биткоин. Пока все так говорят, собственно, биткоин товаром не наполнится. Хорошо. Ну, вот, проблема в чем? В целом, правильно. А когда конкретно, вы бы заключили договор, указав стоимость в биткоинах на поставку хлопка через год? Или на поставку мяса через год? Вы знаете, если посмотреть на капитализацию биткоина, например, да, там 15 миллиардов долларов, и капитализацию какой-то компании 15 миллиардов долларов, ее акции будут себя вести примерно так же, как биткоин. То есть, это связано с объемом. Чем система больше, тем она стабильнее. То есть, у нас есть там триллионы каких-то долларов, которые выпустили уже. Это, как бы говоря, акции, там, Америки, там, Америки, мира, там, и так далее. То есть, у нас, в принципе, сейчас, у нас есть валюта международная, а не доллар. Международная валюта – это SDR. Special Derivative Rights. Это те, как бы, условные единицы какие-то, да, на которые выпускаются деньги всеми центробанками. Там входит, по-моему, 50% – это доллар, там 20-30% – это евро, потом 10% – иен и 10% – фунт, да. А, и юань включили, но там немножко с ограничением с некоторыми. Да, юань еще. Вот. И, соответственно, валюты тех стран, которые входят в SDR, они стабильны, они не волатильны вообще, да, практически. Это европейские, это иена, это фунт, это доллар, да. Они сделали некую такую систему. Это очень большая система, это триллионы долларов. Поэтому она стабильна, да. В биткоине, как бы, его волатильность – это и плюс, и минус. То есть, он для более рискованных операций. Но, в принципе, чем больше, как бы, он будет растение, у него огромное количество плюсов, да. И мы сейчас уже видим, что, вот я думаю, что в этом году у нас волатильность будет намного меньше, да. Он до 200 долларов падать уже не будет. То есть, будет где-то там тысяча плюс что-то. И объем, просто объем, он снижает волатильность. По поводу волатильности, я вклинюсь, по поводу волатильности, волатильность в ближайшее время резко уменьшится. Связано было… Наличие высокой волатильности было связано с тем, что китайские биржи сконцентрировали в себя большие объемы всех торгов, и объемы действительно были громадные. Почему это получилось? Почему так произошло? Китайские биржи не брали комиссию за совершение операции. Кроме того, вся маржинальная торговля за биткоинами происходила фактически, опять же, в Китае, и опять же, без комиссий. Сейчас, поскольку центральный банк Китая, скорее всего, уже наполняет резервы свои государственные и закупается битком, и курс роста ему крайне невыгоден, он начал немножко так прессовать биржи, чтобы опустить курс. Китайскому правительству это делать достаточно легко удается, посему биржи уже ввели комиссии, объемы уже начали оттекать с бирж китайских, и, скорее всего, курс стабилизируется в ближайшее время. Не такой объем маржинальной торговли будет. Что касается масс-адопшен. Массовому применению биткоина мешает, помимо психологии людей и готовности принимать его как деньги, еще и технические моменты. Если один район Москвы, даже не центр, а тот, в котором мы сейчас находимся, начнет, перейдет на биткоин, и все транзакции будет производить за биткоин, и сеть рухнет. Вчера 70 тысяч транзакций были, сегодня к утру транзакции стали проходить. Стоимость транзакции, я хочу сказать, что до 100 рублей составляет. Довольно-таки дорогая транзакция становится. Поэтому ждем решения технического вопроса. Сегвид, который майнеры не спешат принимать, поскольку им и так неплохо живется, зачем им эти изменения. Рано или поздно они его примут. И второй главный компонент Lightning. Только Lightning Network сейчас видится единственным из возможных вариантов для того, чтобы масштабировать сети и возможность проводить транзакции. Второй вариант, который пока не очень сильно обсуждается, поскольку это слишком кардинальное изменение, которое можно сделать с биткоином, а именно лишить его блокчейна, это оставить только UTXO, то есть список адресов с непотраченными выходами. Очень хорошая штука предложена, она была неизвестна кем, возможно там Сатоши, но по стилю не его. Выложена на форум под названием… Один из сотрудников Blockstream выложил от своего имени, Эндрю Пуэллстр выложил, называется Mimble Wimble. Смешное название, но тем не менее в основе именно вопрос с UTXO. Я еще годы назад говорил о том, что стоит сделать биткоин, ну условно говоря в кавычках… Довольно да, просто сейчас появилась валюта, она как раз вскакала в последние месяцы, которая написана на Паскале, называется Паскаль, без блокчейна. Но ее когда вывели на пиржу, она очень скоро выросла, пока не очень сильно упала. В любом случае, я не смотрел по этой валюте, и я крайне консервативен. Есть одна валюта, есть сетевой эффект, как есть Facebook, остальные пока никому не нужны. Любую новую возможность техническую можно всегда интегрировать в биткоин. Посему ничего нового делать не нужно, можно только улучшать сам биткоин. Это пока слишком радикальное улучшение, но тем не менее, возможно, к нему стоит прийти. Это получается, что не нужно будет иметь 100 гигабайт для полного клиента, не будет списка транзакций, будет просто свежий список выходов. У кого? Сколько? На каких? То есть на каких адресах? Сколько лежит? Очень компактное решение, которое позволит весь блокчейн. Этот файл занимает меньше 20 мегабайт, по-моему, я не помню точно. Можно до 1 мегабайта сжать. Представляете, 1 мегабайт свежий, который выходит каждые 10 минут, и который можно… Ладно. Это техническое отступление. Важно не только то, что цена колеблется, но если посмотреть количество транзакций за последние годы, в отличие от цены, оно ни разу не шло вниз, по сути. То есть оно растет экспоненциально. Это важно на тем внедрении. Мне кажется, что внедрение ограничено не столько техническими моментами, сколько просто временем и распространением информации. То есть в принципе те системы, о которых мы говорим, которые сейчас международный расчет, они там, ну есть как бы подозрение, что они вообще там еще с Древнего Египта идут, там люди, которые золото майнили, которые были там у египтян визирями, по что они пришли в создание еврейского народа, потом пришли в банкинг и так далее и тому подобное. Есть системы, которые, предположительно, может быть даже контролируют большие состояния еще с тех времен. То есть это, допустим, это тысячелетно это понадобилось. Биткоин уже за каких-то ну 8 лет, он такую, ну там не знаю, сколько он процент, полпроцента глобального рынка финансового занял. Не говоря уже там о следующих конкурентах, там эфириум, который уже миллиард капитализации, да, там последние два года. Но здесь разное мнение, про биткоин может тоже так порядок. Я как бы фанат пикарного финансового и хорошо, что проявляется разное ощущение, что они... Смотрите, давайте, чтобы это не расплываться сильно, я открыл вот волатильность, волатильность, изменчивость, статический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены, является важнейшим финансовым показателем. Биткоин, он потенциально растет. То есть сейчас он там тысячу долларов, потенциально он до 10 тысяч долларов вырастет. У него есть изменчивость цены. Значит, биткоин это не деньги. Биткоин это акции. Они потенциально растут. Акции, корпорации, биткоин. Это децентрализованная, автономная организация. У нее множество сотрудников, которые, как свободные агенты, работают свободно, владеют акциями, продают их, покупают, теряют деньги, зарабатывают деньги. Деньги это пять функций. Первая мера стоимости, средства обмена, средства обращения, что-то там мировые деньги какие-то, ну еще чего-то. Средства сбережения, точно. Значит, биткоин это средство при увлечении капитала. Да, если взять корзину, там, как бы, разные криптовалюты положить, там, и смешать, там, с разными другими токенами, там, то, в принципе, может быть, этой корзиной может являться средством сбережения. Но каждая отдельно, она сильно волатильна. То есть, он как бы потенциально растет, а может падает. Значит, говорить о том, что сейчас будет стабилизироваться курс, ну да, вообще, летом, я вот сколько наблюдал, летом активность меньше. То есть, зимой она выше, активность летом меньше. Я ожидаю, ну лично я, да, что летом будет некоторое снижение цены. То есть, снижение активности, снижение волатильности, снижение цены. Следующим летом, следующей зимой, скорее всего, подымется. Мое личное мнение. По поводу эфира, там, Этериума, неизвестно, не знаю вообще. Может быть, будет расти. Значит, по поводу самого ЭТАЖ, он является оплатой, то есть, там тоже ограниченное количество, то есть, акции корпорации Этериум, и эти акции являются платой за услугу выполнения транзакций, выполнения операций в децентрализованном компьютере. То есть, там однопоточный компьютер, то есть, у него как бы один процессор, и вот распределенно выполняется программа. Так вот, там плата, ну, которая переводится в газ, да, она в эфирах. Сейчас очень дорого. Очень дорогие вычисления. Для того, чтобы реально применять в бизнесе Этериум, необходимо, чтобы цена снизилась. Так как эта цена напрямую привязана к ЭТАЖ, курсу, то она должна снизиться, иначе он как инструмент не имеет никакого смысла. Значит, проще сделать форк или классик использовать с точки зрения бизнеса реального. С точки зрения спекулянта может вырастет, может упадет. Неизвестно. По поводу... Ну, собственно, я вроде ответил. Там в самом начале говорили, что потенциально растет. Привет. Вот. Что еще? Так, ладно. У кого-то еще есть комментарии или вопросы? Давай. Я увидел слайд про организацию Крупнейшн. Мне очень стало интересно, данная организация, имеет какую-либо власть в реальном мире? И есть ли в их целях такое пункт, развлечение объединения на реальном мире? Значит, на мой личный взгляд, что нация, что государство, это в первую очередь люди. Значит, реальное влияние идет сейчас через интернет. На Битнейшн есть влияние. Это идеология. Вот. Ну, там Сузанна Тарковски, которая пропагандирует это дело, сейчас она маленько чуть отошла от дел, но тем не менее. То есть, это децентрализованная система, и эту религию ее пропагандируют многие. Инструментарий, который вот был создан, не факт, что он именно тот будет. То есть, может быть, инструментарий изменится, но сама идея, она как бы, она вот в воздухе летает уже там не первый год, на самом деле. Можно я калки? Давай. Пять копеек. Два слова. Битнейшн проект коллапснул. Барышня не знает, на какой технической базе его делать. Сначала решила на блокчейне биткоина, потом, екнут по глупости, убедил делать это на блокчейне эфириум. Как всегда, технические сложности. Все. Так, ну, существует мнение, что Битнейшн сдулся. Значит, было дело как? Значит, примерно два года назад ребята начали, активно распиарили все это дело, выпустили документ, который назывался там архипелаг, в котором предложили идею по разработке технической реализации функционала для предоставления государственных сервисов. и попробовали собрать денег. Ну, как ICO сейчас делается. Собрать они не собрали. Ну, и, собственно, после этого активность упала. Тем не менее, на мой личный взгляд, проект как был, так он и есть. То есть, ну, примерно как христианство, да? Вроде, Христос уже давно умер, а дело как движется, блин. Вот, и бизнес хороший на этом строить можно. То же самое на Битнейшн. Ну, вот Битнейшн, основной Битнейшн.орг домен. Тут недавно освободился Битнейшн.ру. Он думал, хороший домен, почему бы и не занять его. Ну, как бы занял Битнейшн.ру. То есть, мне сейчас никто не запрещает сделать там свой сервис и предоставлять государственные услуги от имени Битнейшн. Почему нет? С кем? Он уже зарегал, прежде чем озвучил. Конечно, конечно. Ну, а кто судиться-то будет? Понимаешь? Ну, зону, для того, чтобы зону занять, это в блокчейне проще делать. Например, Эмиркоин, как сделали? Они говорят, в нашем блокчейне будет зона ЛИП, Эмир и Коин. По-моему, еще какая-то. И, пожалуйста, можете занять таким образом зону. Ну, это как бы публично. Понятно, что корпорация ИКАН может сказать, типа, зона Коин типа наша. Ну, и дальше уже будет соревнование, кто будет внедрять в своих браузерах тот или иной ДНС. Сейчас расширение под Фрегейт, который уже работает с этой децентрализованной ДНС. Таким образом, сайты, созданные в доменных зонах, там, Коин, ЛИП, они, в общем-то, могут открываться на... Здрасте. На многих компьютерах пользователей, при этом центральные правительства вот совсем там будут пытаться пытаться все это как бы запретить, но как бы инструментов нет. Я возвращаюсь к тому, что что делать? Это инструментарий, на мой личный взгляд, и тот, кто владеет более новыми инструментами, тот и задает правила игры. Ну, тот и в итоге побеждает на самом деле. Существующие сейчас правители, скорее всего, они точно так же перейдут в следующую систему. Значит, почему? Вот людей, которые понимают, как работает психология, как работает экономика, реальная, не про шоу, а про реальную экономику. Их не так много, и, в общем, поменять инструмент с одного на другой это не составляет, а это взаимодействие между людьми. Вместо промывки по телевизору будет промывка по интернету, вместо центробанка будет распределенная там эмиссия денег, но взаимодействие между людьми оно все равно остается. Может быть все. Нету такой мысли все-таки не бывает это все дело. То есть гораздо эффективнее внедряется отдельный сервис и заявлено, нежели сразу анонсировать глобальную систему. Это как система, это понятно, что как система. Да, да. гораздо эффективнее внедряется отдельный сервис. Например, сервис дипломатии объективно внедрить достаточно тяжело потому, что здесь все слышно. Нет, мне ответ. Хорошо. Почему бы не проще внедрять все-таки отдельные сервисы, потому, что например, дипломатия 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 такие вещи, когда люди ставки делают лотереи на дату смерти кого-то, то тут делается такая же ставка на то, что какую-то информацию конфиденциальную, какой-то человек, неважно какой, имеющий доступ к конфиденциальной информации, он ее просто достает. Это на тему security. Допустим, распределенная ФСБ, или распределенная какая-то агента, у которых будет финансовая мотивация внедряться в структуры власти, получать какую-то информацию и выдавать ее через блокчейн каким-то людям, которые за это будут готовы платить. Это security уже как вариант, законы все через смарт-контракты, через консенсусные вещи тоже делается. Ну и так далее. Здесь, на мой взгляд, и вопрос, и ответ одновременно. Это и делается на самом деле. И сейчас параллельно разрабатывается несколько языков для записи юридических документов, как язык программирования. Дальше, по поводу того, что строить бизнесы отдельно, они и так отдельные, эти бизнесы, каждый бизнес свой владелец, и они конкурируют между собой. Это тоже нормально. Вопрос в том, что это все в единой целиковой вещи, так же, как единый протокол TCP, IP, ну или там условно связка компьютеров между собой. Здесь это экономическая связка для взаимодействия субъектов между собой. в данном случае пока люди, а в перспективе это машины, там, ну, все что угодно, что является субъектами. Вот. И протоколы взаимодействия между собой, то есть передачи каких-то ценностей, там, товаров и услуг, цифровых каких-то ценностей. Конкретная реализация любая. протокол, значит, это строится на некоторой религии, то есть, как бы, если с религиями брать, там, Христос, то есть, ну, собрались и решили, а почему бы нам Ешу-Давыдача не считать Богом? Ну, как бы, в принципе, выгодно, мы на этом бизнес можем построить. Кто-то свечки продает, кто-то, там, иконы, ну, то есть, всем выгодно. Ну, я сразу прошу прощения за чувства верующих, там, ну, и так далее, то есть, сейчас под этот закон можно вообще всех засудить, вот, а мои чувства, понимаешь, мои чувства неверующего их, ну, как бы, нарушают и, да, и оскорбляют постоянно, то есть, на кого мне в суд-то подавать, вот, ну, как бы, вот такой системе мы живем и это нормально. Ну, да ладно, на самом деле, здесь скорее не сколько обсуждать бизнес по религии, а, ну, что, к чему это приводит? Я вот сколько разбирался, я пришел к выводу, что вот люди, они как есть, так и есть. Инструменты меняются, а люди остаются прежними, с теми же самыми, вот, так же начинают воевать, там, воины устраивать, конкуренцию между собой, это вроде нормально, ну, да ладно, значит, к чему я все это? Дело в том, что юрисдикции это инструмент для ведения бизнеса. На данный момент очень многие люди убеждены, искренне убеждены о том, что нужно зарегистрировать компанию, значит, если какой-то деятельностью занимаешься, и нужно платить налоги. У меня большой вопрос, где регистрировать и кому платить? Значит, если платишь за услугу, вопросов нету. Если платишь просто потому, что тебе кто-то это сказал, то у меня возникает вопрос, нужно ли? Вот. И ответ, собственно, такой, что нет, не нужно. Нет, не нужно платить. Значит, Значит, раньше не было инструментов, то есть вы находитесь на территории, вы открываете шаурму, к вам приходят, проверяют, все, вы обязаны платить. На территории, если вы что-то делаете, вы обязаны. Если вы в интернете открываете страничку, она в децентрализованном интернете, децентрализованном интернете, вам не могут прийти физически ничего вообще сделать, вас заплакировать не могут, вообще ничего не могут сделать. Теперь вопрос, кому платить? Но ты же находишься на территории. Вот если свою тушку, если свою тушку, если свою тушку, говоришь, что я занимаюсь предпринимательством на территории, и вот я тут сижу, да, ну да, тогда ты должен платить. Конечно, анонимность. Не надо говорить о том, что я занимаюсь там противоправной деятельностью, с точки зрения вот как бы вот тех людей. Вопрос тут из Сочи. Очень хочет товарищ ответ услышать. Господин Волошин, что думаешь о том, что Китай тайно скупает биткоин на госуровне, и каково это значение этого в будущем? Вопрос никому. К тебе. Да. Я сказал, я отвечу тебе. Здорово. Вот. Хорошо. Давайте так. Сначала пруф источника, который говорит о том, что Китай скупает, тогда это слухи. А что комментировать слухи? Может скупает, а может не скупает. Собственно, какая разница? Потенциал у биткоина большой, а другое дело, что как бы в краткосрочной перспективе он может упасть, в долгосрочной вырасти. Верите, покупайте, а лучше вкладывайтесь в технологию. То есть, ну, как бы свои собственные знания и в построении бизнеса с пользой технологией. То, что биткоин, единственная валюта всех остальных не существует, тоже спорно. Потому что некоторые утверждают, что биткоин должен умереть, а на его место должны прийти другие инструменты, например, там, калеоны. Да? Вот, кстати. Мама еще не забыть. пирамид много, ну, что их вспоминать. Значит, клеоны это инструмент, который привязан к реальности. Значит, почему я говорил, что биткоины это не деньги, криптоакции с потенциалом роста. Дело в том, что они не привязаны к товарам и услугам. Да, как бы некоторые указывают в биткоинах цену на свои услуги, там, аренда, хостинги, но, как правило, цена в долларах с оплатой по курсу в момент оплаты. Так вот, клеоны это привязка к реальности, то есть к товарам. И вот тут как раз стабильный курс. И вот такие инструменты, они могут являться деньгами. Причем, они, в общем-то, не противоречат существующему законодательству на территории. То есть, выпуск товарных талонов или выпуск флайеров, он не запрещен. Очень многие это делают. Налоги платить надо. Вопросов нет. Вот. А то, что ты заранее на краудфандинге продаешь товар, ну, продавай. Но, когда ты продаешь товар, ты даешь некоторый токен, который фактически это право, требование этого товара. А кому этот токен сейчас принадлежит, ну, собственно, неважно. То есть, в любом случае, можно это право требований передавать. Вот. На этом можно зарабатывать, в принципе. То есть, покупаешь заранее со скидкой, по цене, условно, в два раза ниже. И потихоньку, пока этот товар производится, к тому времени, когда он произведется, то его ценность вырастет. Ну, соответственно, на бирже будет некоторая, там, другая цена. То есть, соответственно, купил по 10, продал по 20. То есть, на этом можно заработать. Но это привязка к товару. То есть, каждый токен это товар, ну, или услуга, какой-то продукт. Вот. Значит, моя гипотеза о том, что таких валют очень много будет, очень много. Десятки тысяч, там, не знаю, миллионов. А биткоин, ну, как бы, одна из локальных валют сообщества. Да, она первая, да, она самая крупная, да, она самая большая. Ну, как бы, потенциально лайтнинг, ну, и, как бы, подобные системы будут через биткоин синхронизироваться со всеми остальными другими сетями, в том числе с приватными. Мы получаем, то есть, если мы рассматриваем блокчейн биткоина, как сеть интранет, есть другие интранет, то мы, объединяя эти сети между собой с передачей ценностей из одной сети в другую, мы получаем интернет. Интернет денег, интернет ценностей. Вот, сейчас технология есть, она тестируется, там, альфа-версия выпустили, где биткоин в эфир вы передать не можете, но колородкоинс в биткоине вы можете передать в, ну, условно, цветную монету в эфире. то есть выпускаете 50, условно, гуси-токенов, да, говорите, я 50 гусей, значит, выдам тому, кто предъявит мне этот токен. Выпускаете в блокчейне биткоины. Никто не запрещает технологически переместить это в этериум или в вейвс или куда-то еще. Ну, пока это еще в очень сыром варианте, должен быть принят еще сегвит, но ожидается, что в течение года это произойдет. Что, наверное, все? Да. Спасибо за внимание.